что касается законности всего происходящего ну давайте возьмем самое больное маски маски фантомаски которые нас на сегодняшний день заставляют носить причем губернатор не на возложении 9 мая не военном госпитале сам губернатор пришел в карантинный военный госпиталь маску одеть не удосужился насколько это законно я считаю что это мало того что незаконно но еще преступно дело в том что постановление правительства говорит о том что нужно всех обеспечить масками на самих масках написано что носить ее можно не более двух часов это тоже все знают то есть проведя нехитрый подсчет что если каждому человеку нужно там три маски в день то на нашу страну нужно полтора миллиарда вы вернее полмиллиарда в день масок полмиллиарда 500 миллионов на нашу страну каждый день такое количество масок физически не изготовить не произвести невозможно да на них подняли цены в 20 раз они как бы есть и поэтому люди что делать люди носят маску одну и очень долго таким образом нас правительство вернее наш правительство сказал что нас должны обеспечить но ничего не сделать чтобы эти маски были в наличии а губернатор говорит о том что мы должны носить таким образом он заставляет всех нас ну ухудшать свое здоровье то есть это преднамеренный ущерб здоровью насколько это законно я еще раз повторю это незаконно и попадает под те статьи уголовного кодекса это даже не превышение должностных полномочий как вот азовского закрыли не поймать чем мэра там по очередной раз за превышение здесь можно трактовать как умышленные причинения вреда здоровью а учитывая того что многие люди просто умирают ну например врач врач отвечает за вы поставленный диагноз врач отвечает своей свободой за предложенное лечение если врач говорит бабушке гулять потому что у нее тахикардия стенокардия все остальное а губернатор говорит не гулять то получается что если бабушка умирает увиноват в этой смерти губернатор и под это можно подвести в принципе все губернатора в российской федерации таким образом понимаете центральная власть подвешивает местную власть на крючок потому что я еще раз повторю возбудить последствия уголовное дело срок иском срок давности по этим преступлением там до 15 лет можно в принципе подвесить любого губернатор и в следующий раз они будут выполнять вот все что скажут потому что все будут висеть на крючке не псевдо там превышение полномочий которые ну больше над чем на три года реально устроиться сложно на по по этой статье превышение должностных полномочий а вот причинение умышленная вреда здоровью да и плюс доведение людей до смерти это там срок и сроков сроков давности не существует поэтому я считаю что все происходящее заведомо незаконно и аморально про нашу полицию здесь вообще в нонсенс получается потому что полиция у нее является центральное подчинение то есть они по своей вертикали подчиняются колокольцеву начальнику ввд почему полиция вот здесь для меня вообще большая загадка вот у меня с собой до правила поведения вот есть правила дорожного движения а вот есть правила поведения утвержденные правительством они равноценны по силе закона правилам дорожного движения но почему полиция руководствуется какими-то указаниями губернатора и плюет на постановление правительства то есть вы понимаете вот мы сейчас живем состоянии когда мы видим что нарушают закон все власть прежде всего то есть вот исполнительная власть почему нарушает закон потому что им сказали отдали полицейскому установку ходит он собирает эти штрафы ему сказали от нужно столько штрафа вот 150 штрафов собрали за вчерашний день в ростове-на-дону ну для чего это делается для того чтобы народ запугать но вот вы смотрите сколько как на как сильно народ запугали все продолжают ходить без масок потому что никто и мы масками не обеспечивает и все люди понимают что они правы насколько серьезно эти протоколы удерживаться в суде но будем будем посмотреть но если очевидно незаконные вещи будут проходить и для власти будут проходить безнаказанно но ни к чему хорошему мы не придем потому что человек поймет что если власть может творить беспредел почему человек не может творить беспредел тут здесь как сила действия будет равна силе противодействия поэтому нам нужно возвращаться в рамки правового поля а правового поля это вот постановление правительства читайте соблюдайте обеспечивайте масками будем носить мне кстати за всю за три месяца обеспечили масками всего три раза причем одна маска была эта салфетка с дырочками как салфетка с дырочками убережет меня от коронавируса и я не знаю при том понимаете маски то должны носить те кто больной у меня например есть справка что у меня нет коронавируса почему я должен носить маску тут больше вопросов чем ответов ну вы знаете лично для меня удаленный характер работы не является новым я в принципе по большому счету и работаю на удаленке последние два с половиной года поэтому для меня изначально это не было каким-то ноу-хау никаким шоком то есть я как работал на удаленке так работаю но но весь окружающий мир на удаленке не работал и трудности с перемещениями с клиентами ограничительные меры но они мягко говоря обрушили все и вся везде то есть вот я работаю на удаленке а результата положительного за последние три месяца фактически ноль то есть пройдаем старые запасы насколько оправдана все все эти действующие меры здесь можно очень долго спорить на мой взгляд ну вы знаете они мягко говоря не оправданы и меры которые принимают на сегодняшний день правительство они входят в резонанс теми мирами которые принимает на местах региональная власть противоречия огромные противоречия дело в том что нас сейчас заставляют забыть все знания которые мы получили за последние там 50 60 70 лет если там 30 лет 35 лет назад мне на уроках нвп объясняли аргументированно объясняли почему противогазы не спасают от вирусов то я не могу понять почему сейчас маска от этого вируса может спасти то есть мне рассказывали о том что вирусные атаки это очень сильные атаки а мне сейчас рассказывают что да нет вы знаете наденьте маску у вас будет все хорошо меня всю жизнь учили что солнце воздух и вода это лучшие друзья а сейчас мне говорят да нет ты должен сидеть дома космонавт который находится здоровый человек находится в космосе прилетает на землю вынужден потом проходить реабилитацию в течение месяца потому что он живет без нагрузок я не знаю почему наш губернатор ну принимает те меры которые принимает что им движет мне так кажется что просто так как отсутствует собственное мнение так как отсутствует инициатива просто берется копируется неудачный опыт самой москвы на сегодняшний день я не могу смотреть я не вирусов я не биолог но я могу читать я могу анализировать я могу думать если мне сегодня собянин говорит что там 12 процентов по случайной выборке москвичей имеют антитела и они переболели коронавирусом то это при нехитрых подсчетах дает полут полтора миллиона переболевших в одной москве а у нас весь кипиш на всю страну потому что у нас 300 тысяч переболевших но цифры который дает власть это же власть не их дает вот у нас власти тут у нас 300 тысяч заболевших стране это катастрофа и тут же мне говорят а вы знаете а в москве полтора миллиона переболела ну как-то вот ну переболела мы их не заметили мы их не посчитали то есть насколько оправданы эти меры я еще раз повторяю считаю что они мягко говоря не оправданы чем это все закончится но мое мнение что мы играем такую большую политическую общемировую игру последствия для нас будут ну когда говорят что мы не вернемся в тот мир который жили да скорее всего мы не вернемся в тот мир который жили на сегодняшний день сфера услуг срезана по всему миру это достаточно большая доля ввп любой страны туризм убит производство тоже некоторые легли то есть мы так этот кризис который обычно складывается в результате войны ну мы решили провести вот под под флагом коронавируса причем я я верю что коронавирус существует и нельзя говорить что его нет я абсолютно в этом убежден что он существует также как и два десятка других коронавирусов которые вызывают острые респиратурные заболевания и вот например наша область вводит эти эпидемиологические меры то есть мы как бы все живем сейчас в режиме готовности а события как бы не наступило то есть непонятно у нас есть эпидемия или нет эпидемии если есть эпидемия то нам нужно не режим готовности режиме чрезвычайной ситуации но так как москва его не водит то соответственно мы проецируем это все на всю страну на всю область и говорит что у нас повышенная готовность опять-таки вопрос эпидем порога эти эпидем порог по острым респиратурным заболеваниям это семь процентов от населения вот когда в январе месяце у моего ребенка полкласса заболела вот это был эпидем порог но кто-то это не почему-то не про не объявлял эпидемию пауэрви то есть 50 процентов детей в школе были больны но эпидемии не было сейчас в онлайне мы общаемся у детей никто не болеет но эпидемия есть один процент эпидем порог это чума у нас меньше один одного процента то есть получается что по своей серьезности власть говорит что вирус намного страшнее чумы холеры сибирской язвы ну это это цифра это не я придумаю это нам говорят вот эпидем порог по чуме один процент в населенном пункте в деревне там где жила там 100 человек один заболел сибирская язвы все эпидемия а у нас эпидем порог ниже одного процента то есть а у нас эпидемия получается что это вирус нам намного страшнее сибирской язвы и всего остального последствиям скажем так некоторые процессы пошли уже необратимые сейчас будет очень сильный удар он уже существует по малому бизнесу что касается дальна идущих последствий но надо искать кому это выгодно на youtube канале таком очень сильно оппозиционном по моему перекресток называется там была песенка посвященная коронавирусу где было ясно что выгодно на все на вот тем руководителям золотого миллиарда которые есть на планете это очень сильно выгодно потому что под это можно списать очень много очень раздутые бюджеты все это можно списать все привести в соответствие всем будет все хорошо ну вы смотрите ну но у нас у нас же тут вчера ввели дистанционное голосование даже никто не пикнул вообще никто не заметил а на это можно поставить крест в дальнейшем на выборах то есть мы сейчас будем проводить голосование возможность голосование онлайн вы можете себе представить что если реально на выборы приходит 20 процентов какой потенциал у существующей власти проголосовать онлайн теми 80 которые не ходят ну и потом скажут да не все из дома проголосовали так что процессы идут последствия будут ничего хороших нам ждать не приходится